Продолжение следует... Если это обычно рассматривается в контексте прогрессирующего обрушения, то я решил, что немножко есть смысл поговорить о состоянии проблемы с расчетом на прогрессирующие обрушения вообще. В принципе, отечественная традиция нормирования очень долго избегала понятия аварийного воздействия и до сих пор избегает, в отличие, например, от Еврокода, где аварийное воздействие на езды... Пронормированные у нас таких норм нет. Единственное, почему мы снизошли, что мы говорим, что такое возможно, а вот если оно произошло, то надо посмотреть, чтобы неприятности не развивались по принципу домина. То есть, чтобы не произошло то, что они называют прогрессирующим разрушением, обрушением. В принципе, любое обрушение развивается во время и является прогрессирующим. Поэтому более правильный термин, на который все больше переходят западные нормативные документы, непропорциональное. То есть, инициирующее событие было малое относительно воздействия на схему, а она расползлась по всей схеме и обрушила знания. А пока что идет массовая спекуляция на этом понятии. Например, Федеральный закон 384, статья 16. Текст приведен на экране. И из него видно, что на прогрессирующие обрушения следует рассчитывать объекты, здания и сооружения повышенного уровня ответственности. Хорошо. Тут же замечание, смотрите, что в этой статье упомянуто, что это все может произойти в результате данного взрыва, пожара и прочих вещей. Но забывают, что не только из-за этого. Но идем дальше по этому закону. Тот же Федеральный закон. Статья 7. О ней говорится, что нужно проверить, по сути, любой объект на ситуацию, когда разрушается отдельный несущий элемент или часть, и повреждение части здания. Которые, когда проверять надо по закону, они знают. То есть, в случае А, первый случай, только объекты класса ответственности 3, в случае А, в этом случае всегда надо проверять. Но я не говорю, что московские нормы еще третий вариант вписали. ГОСТ недавно вышедший, что пункт 526. Упоминаю это о прогрессирующем обрушении. И говорит, что расчет на прогрессирующие обрушения допускается не производить, если предусмотрены специальные мероприятия. Какие? Неизвестные. Вписание разбериха дополняется еще выдуманными иногда требованиями всякого рода районных региональных контролеров. В Иркутске что-то так потребовали, в Новосибирске так и так далее. Кроме путаницы с объектами, которые следуют проверять на прогрессирующие обрушения, во всех этих документах игнорируется источник опасности. Например, в ГОСТе говорится, что при особых воздействиях, только при особых воздействиях. Нет, мы знаем случаи, я привожу примеры, когда инициирующим событием может быть не особое воздействие. Ну тут еще сказано, что использовать требования, специальные требования, это защита от террористов. Да, действительно, террористам нужно защищаться крупнокалиберными пулеметами, а не увеличением количества ароматуры. Но, опять-таки, другие источники опасности существуют. Применительно к жилым зданиям активно справедливости на МНИТЭП, выпустил целую кучу рекомендаций. Вот здесь они показаны. ЦНИСК, выпустил документы МДС 2008 года, ЦНИСК, чрезвычайно. При этом концептуальный подход МНИТЭП, вот здесь названы четыре пункта, которые, как я его видел, первого, оценка конструкции, только по критериям первой группы предельных состояний, согласны. Второй, отказ от рассмотрения типа чрезвычайной ситуации, не рассматривается принципиально. Я оставлю здесь огромные вопросительные знаки. Способ проверки. Удаление части несущих элементов здания, анализа, что произойдет дальше. Что значит удаление? Растворить царской водки, не поставить с самого начала? Непонятно. Ну и мерные борьбы, которые рассматриваются в рекомендациях МНИТЭП, это только увеличение мощностей или принятие неких конструктивных мер, дополнительных связей, увеличение неразрезности и прочее, и прочее. Я хотел бы это сравнить с тем, что написано в Европе. Это полезно. Европе говорит, что есть особая расчетная ситуация. И делить их на два класса, определенные и неопределенные. Определенные, когда мы знаем происхождение, или можно только это искать, неопределенные, когда неизвестно, откуда свалилась на голову, это беда. И меры, которые надо принимать, разные, в зависимости от того, это определенная ситуация. Когда стратегия основана на учете особых свойств вот этих инициирующих воздействий, в частности, если мы знаем, что результатом может быть наезд, а там именно транспорт на колонии южного этажа здания, у красной линии, то может быть, можно просто поставить барьеры защитные. Если мы знаем происхождение, а не знаем, вот это то, что рекомендует у них. То есть медалей ориентируется только на неопределенные расчетные ситуации. Чтобы закончить этот кусочек моего доклада, я хотел здесь привел список, не полный, далеко не полный, список причин, которые следовало бы учитывать, когда мы говорим о прогрессирующем нарушении. Это могут быть природные явления, землетрясения, ураганы, карсты, кровавы и так далее. Это могут быть техногенные воздействия, пожары, взрывы, наезды транспортных средств, авиационные катастрофы. Некоторые из них напрямую рассматриваются на камеру подобных норм, что может быть честь. И, наконец, человеческий фактор, который просто забывает говорить. Это могут быть ошибки проекта, слабый элемент простой, ошибки проекта, грубый брак при выполнении, дефект материала и так далее. Это абсолютно непредсказуемая вещь. Но думать о ней надо. Я могу привести в примере своей практики, как проектировщика. Здесь, под Москвой, третье кольцо ПВЛ Москвы, рухнула система мачт, которую проектировал я, был гипом этого объекта. Мы приехали, смотрим. А это были шесть мачт, высотой 110 метров, между собой связаны горизонтальными оттяжками, и в конце лишь шли оттяжки анкера. А из плоскости каждая мачта развязана. Вот легло это все как домино, приехали, лежит куча методоролога, легла в одну сторону, явно обрыв вот этой концевой оттяжки. Идем вдоль нее. Средненькая, дошли, анкерный тяж. Оттяжка соединяется с анкерным фантаментом, анкер, который там присоединяется к анкерной плите, а долка четыре болта. Анкерный тяж. Выдрый, у вас на подруг? Алло. Значит, полетели болты крепления, раскапываем. Четыре болта в смазке. Там никогда не было гаек на них. Как выставлял обед. А его приткнули, забыли привиндить, засыпали. Это было осенью. Замерзло. Лед держал. Весной это ледово. Вот это тоже здесь перечислено. Грубый прав в работе. Тоже отказы любви. Ну а теперь к тому, о чем в основном посвящен. А вот как учитывать это выводе в статике или в динамике? Внезапный выход это или разрушение, или же вот тот случай, о котором я вам рассказал, когда никакого разрушения нет. В первом случае нужно рассматривать динамические эффекты. Это внезапное окружение. Значит, связано с динамическими эффектами. Во втором случае можно ограничиться статическим анализом. Вот простейшие два примера. Динамический наезд. Статика. Не поставили болты. Это снимок реальный. Болты просто не поставили. И люди, которые много в развитии конструкции, могут таких примеров привести много. Для учета внезапности вот этого отказа, СКАД в режиме прогрессирующего обрушения предусматривает использование задаваемого пользования корсенто-динамичности. Это старый прием. И очень давно, когда мы проектировали испытательный корпус Сибирского института авиации Сибирского института авиации Сибирского института авиации Мы так поступили. Там самолет в целом подвешивался и растягивался тежами силового ухода. И когда испытания шли до разрушения, когда там опаривалось крыло, это внезапный сброс нагрузки, динамическое воздействие, в корсенто-динамике мы взяли двойку. Самое лучшее, что вы можете себе представить. А нагрузка в этом те же 300 тонн. И вот 600 тонн, мы это считали это жуткую конструкцию. Ну, известно вообще говоря, что вот такой квазистатический расчет с коэффициентом динамики, он справедлив только для системы с одной степенью слова. Только. В любом учебнике это приводится именно так. А для многоэлементной системы более-менее приличные результаты можно получить лишь в том случае, когда форма деформации под статической нагрузкой, та, которая была, и форма деформации динамики близки в каком-то смысле. Если они отдалеки друг от друга, понятие динамического аффициента просто лишается смысла. Ну, простейший пример там, в статике все перемещения были с одним знаком, в динамике один плюс, другой минус. А к чему динамический коэффициент относится? В плюсов, в минус. Почему? Это совершенно понятно, но об этом не задумывается. Традиция использования динамического коэффициента настолько въелась в наше мозги, что мы об этом просто не думаем. Вот пример. Очень получительный пример. Ферма нагружена статически. Вот этот вот элемент между узлами 12 и 6. Я буду полагать, что его внезапно разрушился. Расчет проводился в скаде, и я показываю, как это анализ шум. Первое. элемент был удален, но его действие на систему заменено реакцией. По закону остановления основной законной механики это не меняет состояние равновесия. Принцип освобождаемости от связи так называемого. Дальше. Что означает, что внезапно разрушился элемент? Это внезапно приложены силы обратного направления, которые занулили вот эту реакцию. Вот так пришел расчет. Внезапно приложены силы. А что значит внезапно? Был использован вот такой вот закон изменения этой силы во времени. Что она очень быстро нарастает. Интервал от нуля от максимума очень мало. А дальше она остается замерла и равная той силе, которую нужно уничтожить, что в результате получилось оно. Дальше расчет шел в режиме прямого интерпретного уровня движения. Есть такой режим скат вот описание это файл с описанием закона, который графически был представлен в предыдущем слайде. И падает нулевой шаг по времени. Одна сотая секунды сперва ноль через одну сотую секунды единица и дальше единица. То есть вот этот вот нарастание за одну сотую секунду очень быстро. Если вы спросите откуда я взял одну сотую высосыл и спросил. Мне показалось, что это очень много. я потом к этому вопросу вернулся. дальше в режиме не было показано выбранный режим, саванной массы, ну все как подограется при использовании режима прямого ингридования и движения. Вот. Параметры затухания названы, шаг ингридирования и я попросил результаты выдать там с шагом одна десятая секунда до двух секунд. Расчет выполняется очень быстро и вот например для каждого элемента в скаде можно получить график изменения в данном случае это график изменения продолжить силу как он меняется во времени. Это можно для каждого элемента для удобства анализа оцифрованной этот график удобно перенести в Excel. И вот в Excel рассматривается вот это изменение его времени но с поправкой очень важной поправкой динамика вот весь этот график отсчитывается от нуля а у нас усилия в элементе должны отсчитываться от его статического состояния значит было добавлено исправлено в Excel добавлено статического компонента и вот например для четырех элементов выведены графики изменения усилий во времени на что я хочу обратить внимание максимумы или минимумы достигаются не одновременно вот выделены пушками значения а здесь они подчеркнуты таблицы это очень важно нет одновременного достижения которое было бы если бы это была система с одной степенью свободы и система синхронно движившаяся в действительности сейчас я об этом скажу вот смотрите наверху деформация в статике от того что исчезли элементы вот в динамике из-за этого вот в этом сопоставлении которое я хочу вам преподнести смотрите что происходит вот для всех стержней системы таблицы представлены статиков исходной системы статиков поврежденной системы которые без элементов и квазистатика то есть с коэффициентом динамики 2 что мы имеем следующий подъезд это динамика поскольку пример соединства он был из аналитического решения профессора Чернова это та динамика которую получил он следующий подъезд это динамика которую получил получил с по 5-2 столбца 5-2 столбца отличаются очень ненамного максимум где-то в одну динамику 8% но это очень мало усилия а вот например отличие динамики от статики более в динамическом расчете 13,9 14 тонн практически в квазистатике с коэффициентом динамичности двойка всего 6 то есть это даже на запас расчет используемый динамическую коэффициенту вот в каркасах здания смотрите если удалена крайняя колонна статическое деформирование ну вот такое здание заваливается в бок и это не очень сильно отличается от формы колебаний а вот если удалена одна из средних колонн то смотрите в статике деформации это библия просели в динамике это боковое смещение вот здесь рассчитывать на то что мы получим что-то приличное через коэффициенту динамичности абсолютно не приходится и можно сказать несколько рекомендаций практически в первое это та одна сотая секунда то есть время отказа которое я взял с потолка в принципе в нормах по проектированию мостов рекомендуется брать этот интерваловремя не более чем одна десятка от периода первой формы собственных колебаний поврежденной конструкции но не более чем одна особая секунда это первая рекомендация это американские науки для документов проектирования острова второе в вашей зарубежной литературе время интегрирования за которое нужно отследить не менее чем было в год периода первого главного тона вот тогда будут пойманы реализованы праздные моменты пики внутренних усилий и шаг интегрирования должен быть не больше чем от времен отказа это практически рекомендация не заимствованы из американских нормативных документов по проектированию на столбке такой режим предусмотрен для висячих и банковых на столб требуется проверить напротив двух оттяжек двух данных и там даются такие рекомендации что касается рекомендации по выбору тех элементов которые нужно кавычку удалять в системе куча конечно здесь нужно проверить какой-то изобретатель национализ чтобы выбор представитель не чуть чуть если ну в конце я подведу итоги в виде некоторых тезисов тезис 1 следует считаться с возможностью появления локальных отказов конструкций полная защита от которых принципиально невозможно нельзя защититься полностью от брака в работе в принципе нельзя защититься как бы не было вероятность мало ли но она все-таки есть нельзя защититься от некоторых явлений естественного смерча на которые расчет на которые сооружения атомной промышленности и задачей проектировщика является понимание происхождения этой неприятности неприятности которые следует проанализировать то есть принцип понимания святого цвета первый тезис тезис 2 наиболее наиболее опасным является цепное развитие ситуации но нет никакой никакого смысла отслеживать всю историю вот этого цепного развития достаточно проверить первый шаг если за локальным разрушением следует другое то хватит это уже плохо оно уже не локализовано оно уже распространяется то есть в качестве рекомендации высказали этот принцип контроля первого шага только первого шага контролировать святого тезис 3 анализ происхождения чрезвычайной ситуации он расширяет возможности проектировщика чертяка почему бы не хочет прекратиться а использование вместо реальных аварийных воздействий их каких-то условных аналогов он конечно облегчает расчет не исключает другие меры защиты и не так анализ анализ на некую условность мне кажется вообще говоря опасны потому что мы таким же способом защищаемся как террористическая угроза и всего защита защита должна быть разная четвертый тезис многие исходные процессы связаны с динамическими эффектами это продемонстрировано и пятый тезис если цепное развитие процесса неизбежно бывает случай мы никак не можем избежать то тогда основной задачей проектировщика становится его локализация и управление последствиями в частности что такое локализация прекрасно известно два принципа противопожарной защиты противопожарный разрыв или бронбанбур это принцип локализации дальше непустим обрыв одного из проводов линии ЛЭП на это рассчитывается поэтому через некоторое число промежуточных опор ставится антерна принцип бронбанбур реализуется дальше непустим и очень важно этому нас научил опыт Чернобыля система организационных мероприятий оповещения выполнятся спасения и так далее которые должны быть продуманы заранее в горячке можно наоборот чего угодно и в норму проектирования украинских нам удалось вписать что требуется в проекте для сооружения третьего класса ответственности иметь раздел безопасность и там должны как минимум продуманы эти приобретения с кончил доплаты ответить ваши вопросы вопросы нет ну я считаю гениальный доплатчик сейчас нам не пожалуйста пожалуйста здравствуйте у меня такой вопрос внутри полного характера когда мы идем экспертизу с металлическим каркасом с рамами нас тоже выставляют проводить аварийную ситуацию мы удаляем колонну естественно у нас рама она падает все шарфирно завязано и все это дело падает что значит смотрите ну нужно иметь конечно какие-то аргументы чтобы с экспертами беседовать первое значит следует обратить внимание эксперту на какую ситуацию что если в гражданских зданиях предположим даже несущая охрана в обычном режиме под действием постоянных и длительных нагрузок ну нагружено там 60-70 процентов своей несущей способности то в промышленном здании она нагружена максимум на 15 процентов и смотрите краны должны занять невыгодное положение на линии влияния и 4 крана по 2 в каждом пролете занять вот это невыгодное положение и одновременно нести все максимальный груз и одновременно тормознуть в одну сторону тем не менее но вот тем не менее расчет колонны шел на это а реальное напряженное состояние если вы покажете что под действием постоянной длительной нагрузки как напряжена колонна вы скажете на всякий случай тут есть бешеные запасы не надо не надо удалять колонну да там может в колонне полететь решетка там какая-то ветвь колонна если это колонна от наезда кара может быть там повреждена но не колонна в целом вот что бы делал я в той ситуации в которой вы видите на другом здании общественное здание выставляет читать подождите про промышленное а ты про промышленное нет все на промышленном здании теперь промышленное общественное гражданское здание там действительно предположим колонна накручиваем ну внешне колонны мы нагружены на 60-70% своей несущей способности и наезд КамАЗ удар по нему может быть выше видеополонны это реальная ситуация другое дело как защищаться от натурных или поставить ограждение чтобы не наехал КамАЗ ведь это то что формально нам это право нормы не дают но если эксперт формулист вы через него не перескучите только взятки если дадите а если это инженер и воспринимает доводы то он может эти доводы услышать это крайняя колонна свежая средняя колонна реально нереально значит я говорю что такое хороший проектировщик в отличии от начинающего хороший проектировщик это тот который может придумать по возможности большее количество страшилок ага а вот это а я вот такое буду снимать а вот это а я вот такое вы должны анализировать возможно невозможно если невозможно то у вас есть по-видимому какие-то доводы почему это невозможно если же у вас нет таких доводов а доводы должны быть против любой ситуации которую придумает может быть не вы эксперт он скажет а у вас что там зимнее бетонирование этот бетон ничего не стоит это грубый грубейший брак в работе ничего не держит вашу колонну что вы можете возразить а ничего только можете возразить да для этих элементов я предусмотрю дополнительный контроль при возведении и прочее и прочее то есть какие-то слова сможете произносить убедите вы друг друга или нет я не знаю в принципе хороший проектировщик потому и хороший проектировщик что он знает свое тело лучше чем эксперт значит вопрос только верить ему или нет что он не лучше с ним ну в чем время следующим таком спасибо 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 спасибо